Друзья, мы говорили, что анонсируем нашу встречу с подписчиками в Москве и в Киеве. Друзья, мы сегодня в необычном месте, приют для бездомных собак и животных. Нас тут обстреливали много раз. Знаете, кто обстреливал нас? Особистый охранец украинского олигарха Юрия Косюка. В это воскресенье побегу в марафон в Екатеринбурге. Сейчас мы будем покажем одну из самых моих фейворит дишес. Это сырники. Друзья, мы сегодня в необычном месте. Это Пирогово. Только не то Пирогово, где у нас архитектурный музей, а буквально два километра отсюда. Это приют для бездомных собак и животных. Этот СОС, это Тамара, его покровительница, скажем так. Мы поговорим о том, что здесь происходит, как сюда животные попадают, какая есть проблематика. Здесь, конечно, немножко все жестко, но интересно. И мы вам все это покажем. Я громадянка Норвегии, приехала из Швейцарии. Я журналіст. И працючи в Мюнхене, а потом в Женеве, я отримала информацию про то, что на этом месте 65 лет была живодерня. Тут ничего не было, только этот бетон. Сюда завозили отловленных животных из улиц города, их тут убивали. Продавали шкиру, собачий жир. Это был фантастический бизнес коммунальных служб. Я писала листи президенту Украины и меру Киева. Мне ответили, что вы там сидите за кордоном, а тут все по-европейски. Тогда я с группой журналістов. Мы приехали в грудь 1996 года. И прихованою камерой сняли фильм, как по-украински гуманно решается проблема. Собак вытягивали из клеток металевых и молотом великим разбивали голову. И еще живых сдирали шкиру. Этот фильм есть. Я показала этот фильм представникам Киевской меры. Мне сказали, что это провокация, ничего такого нет. Мы через посольство вывезли фильм, потому что в аэропорту нас будут обшукать. И так правда. Поэтому фильм мы вывезли на Запад. И 13 сечня 1997 года мы показали этот фильм в Немечине. Потом он покатился по Европе. Мы протягом 2-3 недели собрали 3,5 миллиона протестов. Мы заблокировали деятельность украинских посольств в европейских столицах. И тогда до меня позвонил особо. Украинский министр закордонных дел Геннадій Удовенко попросил меня снятою блогу посольства. Он сказал только когда будет закрыта эта живодерня и передана товариству под Будемництво Притулком. Меня попросили в березне 1997 года в Киев. Я приехала. Мені мер Киева подякував, что я ему открыла очи на то, что происходит здесь. Его решение было подписано закрытие. Это называлось утилизационный цех для безпритойных животных. Эта территория была передана. Тут ничего не было. Территория была передана нам на 49 лет в безкоштовную оренду. Сейчас очень горячие дни, поэтому поделюсь парой секретов, что надо делать, если тренировка в очень горячее время года. Буквально позавчера приехал из Парижа 40. Самое лучшее правило выйти пораньше, до восхода солнца. Помните, самая высокая температура поднимается где-то примерно в 11. До 11 надо закончить. Правило номер два. Надо много пить воды. Когда вы бегаете в высокую температуру, это автоматически увеличивает ваше давление, автоматически поднимает ваш пульс. Поэтому, для того, чтобы это было эффективно и не перегружать ваше сердце, надо пить воду. Третье. Когда вы бегаете в горячую погоду, вы сильно потеете. Лично я теряю иногда до 4 кг во время часовой. Это все влага. У вас загустевает кровь, усложняется кровообращение. Поэтому, надо пить воду. Для того, чтобы пить воду, не надо бегать с бутылкой вот так. Не надо. Так бегают только американцы. Вот так вот. И вот почему не надо бегать? Потому что это меняет симметрию вашего бега. Надо просто где-то в кустик поставить вот так бутылочку. И раз в 15-20 минут, пробегая рядом, брать эту бутылочку, выпивать и продолжать бежать дальше. Способ номер два. Посадить кого-то на велосипед. И здесь обеспечить себя тоже бутылочкой с водой. Это может быть ваш ребенок, это может быть ваш друг, ваш партнер. Кто-то совсем толстый или наоборот худой. Это может быть девушка, это может быть ваш кто в год. Чего делать вообще нельзя? Нельзя бежать длинные тренировки вообще без воды в очень высокую температуру. Очень высокая, это больше 25 градусов. Запомните, надо в любом случае подпевать. Высокую температуру можно бегать, только легкие тренировки до 45 минут, не выпивая воды, не подпевая воды. Не одевайте много одежды. Ну вот показываю, сколько пота берут компрессионные гольфы. Вот. Кроссовки нас возьму. Если бы не гольфы, это бы было все в кроссовках и у меня бы с них капало просто. Это не только компрессионные гольфы, но еще 2-3 килограмма легкоусвояемых коктей. Друзья, сейчас мы будем покажем одно из самых моих favorite dishes, это сырники. Но сырники бывают разные. У нас в силу возможности мы делаем сырники из двух сыров. Один из козьего сыра, второй из коровьего сыра. Мы сейчас приготовим... Валя, приготовь? А что? Не-не, я слушаю, я же хочу. Мы... Хотела поставить питание. Хало ты готова в сырники? Остальный раз. Хе-хе-хе-хе. Оху-ху-ху-ху-ху-ху. А потом мы все это покажем и расскажем. Кстати, вот сейчас развею миф номер один по поводу козьего сыра. Козьий сыр ничем не пахнет, если он сделан из свежего молока. Если вот козье молоко постоит там два-три дня, оно может пахнуть. И оно пахнет в силу того, что оно не имеет молочного сахара, в отличие от коровьего, в котором его в 50 раз больше. И соответственно оно горкнет. Главное завдание, чтобы сыр был сухий. Вот, если мы возьмем на доток козийный сыр, я его достаточно сильно отжалил и в нём, в принципе, нет сыроводки взагал. Мы его можем там стискать, как-то еще что-то, но сыроводки у него нет, он максимально сухий. Та же самая история у нас с родичем сыром. Но его я додатково, купуйте вы сыр, у бабуси на базаре, робите самим, неважливо. Поставьте его додатково под пресс, чтобы зайвую вологу всю извести, яка могла больше выгнать. Потому что чем больше вологи, тем больше сыр потребует борошна. Рецепт, в принципе, там достаточно простой. Сухий сыр, свежий сыр. На 500 граммов сыра идет одно яйце, 2-3 столовых ложки цукру и десь 2 столовых ложки борошна. Да, вы знаете, почему мы это замутили? Потому что мы получили 1000 хэштегов с Валя, с коровой было гораздо меньше хэштегов. Поэтому пока мы додать не будем корову, ограничимся сырниками. Поехали. Далее надо помешивать. Давай. Давай я буду помешивать. Давай. Я не буду помешивать. Ты берешь сыровищ и можешь... Насправді сыр лучше помешивать руками. Руки чистят. Краще помешивать руками, потому что если мы засунем это все в блендер, тесто станет слишком редким. И тогда формовать сырники будет некомфортно. Я помню, если Лентану помешив... Вино? Да. Сырники так не нужно. Тут и тут было по 2 столовых ложки борошна. Сейчас мы сюда змушены додать на одну столовую ложку борошна. Ну тут сухише явно. Ну да, мы же видим. Но с сырниками так всегда. Ну вот я после этих сырников, например, не могу. Нигде в заведениях есть сырники. Их просто, они не существуют для меня. Потому что такого сочетания продуктов, исходников и души в этом процессе их просто нет. Совсем забыл сказать, в это воскресенье я побегу в марафон в Екатеринбурге. Я побегу его в режиме light. И накануне, в субботу, я прочитаю лекцию, как бежать в марафон. Лайфхаки опытного марафонца. Поэтому, если кто-то хочет побегать вместе, приезжайте в Екатеринбург, там будет хорошо. Вместе сходим в музей Брусиловского и в музей Высоцкого. Лайфхаки опытного марафонца. Лайфхаки опытного марафона. Дала Брижит Бардо. Я с ней инжустрился. Я была у нее в Парижи. Сколько? 10 тысяч долларов в 1997 год. Это вау. Да, я знаю. Понимаете? И что тут было тогда. Потом федеральный канцлер Австрии Виктор Клейма, с которым я также встречалась. Притулку сейчас 21 год. Мы первый притулок в Украине. Из бюджета города мы держали где-то 253 тысячи гривен за 21 год. Понимаете? А кто жертвует регулярно? Регулярно так нет у нас. Мы никогда не знаем, что будет. Это переважно за кордони. Это мои знакомые. У вас есть рахунок в Украине? Ну да. Я могу сделать посылание и заказ. Как люди могут помогать? Первое. Они могут направить до вас деньги. Другое. Не только деньги. Можешь какие-то... Допомогу, ежу привезти. Або какие-то дошки. Постоянно же нужно. Они гниют. Нужно покрывать. Какие-то материалы. Смотрите ребята. Нужно строить материалы. Еда для собак, для котов. Луки. Луки. Подстилки. Подстилки. Потом лекарства. Миски. Потом миски. Собачий корм. Там все пригодится. Это если кто-то желает. Если кто-то желает, вы можете приехать сюда. Я дам ссылку на сайт. И вы можете помочь руками. Третий. Третий вариант. Вы можете обратиться к Тамаре и попросить у нее на попечительство какое-то животное. Выбрать себе здесь собаку, кошку. Чтобы не покупать ее. И это будет очень благое дело. Потому что здесь 1000 собак и 300 котов примерно. У нас сегодня ярмарка. Мы торгуем своими молокопродуктами. Это Бобрицкая ярмарка. Покажу вам трое. Вот такая у нас ярмарка раз на месяц. Вот такая. И все мисцевые виробники. Сегодня Ивана Купала. Соломия торгует. Грошенята в семью зарабатывает. Мирослава помогает. Махни рукою. А сейчас Соломия будет оператором. В следующий раз ярмарка на покровах. Заряжем свиню, будем продавать свиню. Приходьте. Кстати, еще один такое наблюдение. Вот если, например, пробежал тренировку. И попал потом на вечеруху. И там надо пригубить глоток вина. Вот у меня такая изжога. Почему? Любое вино. Вот любое. У меня. Я почитал. И обнаружилось, что это оказывается за счет того, что молочная кислота растет. И повышается кислотность в целом в организме. И получается, что потом лишняя кислота дает изжогу. Не знаю. Не сильно верю ни в одно, ни во второе. Но сам по себе дискомфортно. Я там на долоне насыпаю борошно. Формую кульку. Ей трешки приплюскаю. И в принципе сырник готовый. Все сырнички тогда однакового размера. В комментариях увидел несколько комментов в формате. Я подписывался на банкира, а не на его жену. Но при этом увидел где-то 200 комментариев. Типа давай Валюшку, давай, давай во влог. Нет, насправде ты будешь кулинарной темой, не твоей темой. Девочки включились. Отвлекаясь от всего, я не буду перегружать этой темой. Она будет выходить раз в несколько влогов. Ну так насправде кулинарная тема, а ты ж не будешь зажгибать. Вторая тема. Люди часто спрашивают, чем вы питаетесь. Вот это для меня вот супер еда. Супер еда. Особенно вот утро, завтрак. Если тренировка не сразу после завтрака. Если тренировка сразу после завтрака, печенька, чай и погнал. Если тренировка, если я там везу детей, например, в школу и потом бегу. Соответственно это час-полтора. Лучше сырников нет. Яичница, окей, заходит. Оно мне заходит. Перед марафоном я бы так не стал есть. Если бы, например, я бежал в каком-то другом городе, а ехал из Киева. То я бы так позавтракал и поехал в другой город. И там бы пробежал. Знаешь, я такой, ну встань сюда. Модный итальянский. Прибрись ручку. Вон так сильно. Эстетика. Уже выжил в меня. Я уже не знаю, с какой стороны где тесто подойти. Уже так. Да не стрибай. Давай наступный. Ну скажи, какая температура мае быть? Слушай, ну плита у всех разная. Ну, если у нас 15% максимальная. Ты взяла 11%. Трошки больше средней. То 60% от средней. Да, трошки больше средней. В максимальной потужности. Сковорода точно мае бути розогрита. Ты кладешь сиринчик, а он почав шкварчат. Чому вогонь мае бути не сильно великий? Вище трошки больше среднего. Для того, чтобы сирники встыгали пропектися всередині. Бо иначе в них будет шкірка горіти. А всерединке будет сирий. Иногда в деяких закладах, ну таке буває, на жаль. Друзья, мы говорили, что анонсируем нашу встречу с подписчиками бесплатную в Москве и Киеве. 8 числа она произойдет в Лужниках на тренировочном поле легкоатлетическом, которое находится прямо за стадионом, если смотреть со стороны Москва-реки. Приходите на 7 часов. Приходите на 7 часов. Встреча бесплатная. Будет обсуждаться формат канала. Я буду отвечать на многочисленные вопросы. Возможно, если у нас не затянется, то мы с вами успеем пробежаться по Лужниковской набережной. Обязательно с собой берите форму, кроссовки, воду и все остальное. Катеринга у нас там не будет. Встреча в Киеве произойдет 11 августа в Ракушке в Мариинском парке. В 7 часов вечера. С собой брать форму. Мы обязательно побежим после этого мероприятия по Мариинскому парку. Я отвечу на все ваши вопросы. Это займет где-то, наверное, часа полтора-два. Я расскажу о планах по каналу. Я надеюсь, к тому времени у нас уже будет 100 тысяч. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец. И, возможно, напишите какие-то вопросы, которые у вас есть. Если вы хотите, чтобы я на них ответил. Те, кто меня бомбит в личку по поводу личной работы по подготовке к марафону или Ironman. Сейчас освободилось два места. Поэтому переходите по ссылке и сбрасывайте заявку. Я могу взять двух человек. У нас еще есть в запасе 3-4 месяца для того, чтобы подготовиться к этим знаменательным событиям в вашей жизни. У нас тут обстрелили много раз. Знаете, кто обстрелил наш? Это у меня есть лист. Это все официально. Особистий охранец украинского олігарха Юрия Косюка. Мы психопаты. А почему убивают людей, тварин? А почему я обстреливаю? Приезжали там. У нас в видеозреки. Так мы довели. Виходили трое с ручницами. Стреляли по собакам. Хочу сказать, что я встретилась с представителями компании Косюка. Показали відео. Они провели свое расследование. И негайно извольнили его с работы. И прислали мне листа с извинениями за действие их колешнего сотрудника. Это портрет собачки, который трагично помер. Власника, который приехал в притулок. Притулок ему очень понравился. Вставленный до тварин. И что тварины тут такие социальные, счастливые и так далее. Он купил нам этот дом. Это его. И купил нам за 900 тысяч гривен машину. Сейчас ее нет. Поехали там собирать ежу. Ну, мы просто мечтали про это не могли. Привез нам в 12 травня на наше отзначение. Я не хочу. 21-летняя, так? Редит с таким подарунком. Вы себе такое уявляете? Он из Словении. Видите, ребята, оказывается, иностранцам наши собаки бездомные больше нужны, чем нам. Это, на жаль, правда. Вот представляете, у нас 100 тысяч уже сейчас на канале. Даже если каждый 20-й что-то поможет, это будет 5 тысяч человек. 5 тысяч человек, ну даже предположим, по 100 гривен, то это уже 500 тысяч. Пусть по 10 гривен. Пусть по 10 гривен. Пусть просто вниманием. Пусть просто какой-то едой. Ремонт и потребник тут. Здесь много чего нужно. В общем, друзья, я призываю всех, кто может помочь. Даже если вы сделаете репост этого видео и кому-то покажете его, это будет тоже здорово. Если у вас хотя бы чуть-чуть что-то коснулось внутри, я хочу, чтобы вы сделали репост в социальных сетях. Это, наверное, километр от основной трассы Конча-Заспа, по которой ездит каждый день президент в свой президентский дворец. Это километр. Это вообще очень близко. Музей архитектуры, вот его, наверное, видно. Не-не, Минвыще. Ну вот, тоже, 2 километра. Просто придите, покажите, переведите своих детей на экскурсию, чтобы они увидели, как это происходит. Это последний сырник, все хорошо, я его почти врятовала, он как колобок был, хотел текти, и пойдем собирать малину, до сырников будет и дальше. Заблуждение по поводу того, что бегать после сырников нельзя, можно через полтора часа, основной тег это свежий сыр, хорошие продукты для сыра, для сырников, у нас такое благо бывает где-то один раз в неделю, в будний день и, как правило, второй раз на выходные, по дополнительным просьбам. Фантастические сырники, все свое, корова своя, яйца свои, единственное, что муку пока покупаем, но в недалеком будущем я думаю, что мы перейдем на… Я стану мельником, мельником, да. Кому понравился выпуск ставьте палец и подписывайтесь, ну если вы считаете, что надо своим женам это показать, то можете показать, там есть рецептура, мы дадим рецептуру ВВ. Но при условии… Валя, я вам скажу, никогда не дает рецепты домохозяйственным этим няням, у нас однажды был случай, у нас был такой большой ужин и одна из девочек говорит, Валя, дай мне, пожалуйста, вот этот вот рецепт этого пирожка, я нашей хозяйке дам, чтобы она нам спекла. И Валя так чик-чик-чик технично и отпетляла и не дала. И в то же время, когда кто-то вот приходит и говорит, ой, такой пирог я сама хочу сделать, да? Валя, конечно, вот записывать. Так что бойтесь нянечек и всяких нежелательных элементов в вашем доме, которые прикасаются к вашей еде, потому что… Я вот не запомнилась, Гасиев на пресс-конференции сказал, мы вообще готовим всю еду сами. Хлеб печем, сыр жарим, все-все сами, все сами. Восетии. Молодец. Мама очень уважает. Очень, очень уважительная маме. Просьба, если вам нравится канал, пожалуйста, пишите посты в социальных сетях, давайте ссылки на выпуски и обязательно пишите от себя пару слов, почему вам нравится канал, что вам нравится в этом канале, на что он вас мотивирует, что изменил в вашей жизни благодаря просмотру этого канала. Очень большая просьба. Не плачьте, почему так мало подписчиков. Подписчиков уже достаточно много. Нас целых 100 тысяч. Вы мои провайдеры. Вы мои агенты. Делайте репосты в соцсетях с комментариями. Промоутируйте меня в массы. Подписывайте своих друзей, знакомых, родственникам на канал и вы поможете этим развитию канала. До встречи. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Да я без воды не побегу полтора часа, ты чего? Ну мне нужно пить во время тренировок. Телеса скачи. Чеха. Телеса скачи. Телеса скачи.